друзья всем привет сегодня мы с вами глянем на новую игрушку под названием легенды риа плит это у нас с вами tower defense скрещенный как написано у разработчиков с элементами rpg и это все у нас будет про древнюю грецию мы будем с вами от каких-то там монстров защищаться заниматься строительством своих каких-то юнитов зданий улучшением всего этого дела единственно игра которая была древняя механология до греческая это наверное вот последний раз играл хейдос вышла игрушка давным-давно не знаем на многие кто они знают это что-то из газа ряда как бы так выразиться угла и когда рогалики каких называть руглайк если не ошибаюсь и там бегаешь каждый край заново играешь там чего падают скиллы ты сражаешься сражаешься и пытаешься выбраться из ада довольно-таки прикольно было и вот вышла игра совершенно на другую тематику но тоже про древнюю какую-то греческую мифологию поэтому сегодня мне с вами поиграем если понравится обязательно еще вернемся все зависит как обычно от вас актив лайки и комменты и я посмотрю если вам понравится как бы да как бы вернемся погнали смотреть надеюсь будет интересно здесь есть конкурент трой и тенды заканчивая статистика одессе смысл мудрый в дюо даем и увидел the secret of a powerful artefacts but evil forces over and spread the secret throughout the and the world while guarding the gates of this soldier deal for old woman seeking help as large and the world army почему как они мышник какой-то выглядел так мы пойдем смотреть что нас ждет так мы играем так понимаю за deal я надеюсь что это дежурство будет мирным помогите помогите на нас напали скелеты капитан кто-то приближается он вооружу трубите в рог готовьтесь к бою так и чет не требуется где атакуют волнами а то есть я буду и строительством заниматься и сам могу атаковать кстати вот это интересно я как смотрите сам могу атаковать я зарабатываю только какую-то валюту то ли еще что-то и вот и снизу я видимо смогу что-то делать здоровье врат снижается когда через них проходят враги если она пусть и до нуля вы проиграете логичное заявление проверять мы это конечно же не будем с вами зачем они обязательно тыкать можно зажать с как удобно враги надвигаются нам нужно больше людей я фаланга к оружию капитан мы готовы так и нажмите один для выбора отряда вот это видимо валюта которую мы накапливаем все я понял смотрите справа у нас здание скорее всего слева у нас скил и наши вот этом она сугубо говоря а это валюты для здания на сугубо говоря опять же и мы можем с вами выбрать куда поставить войско и они далеко пойдут лишь нет для призыва отрядов требуется боевые очки вот я вот я об этом далее не тут я не дальше идут они стали стали все охраняют так предлагаю еще одну фалангу сделать не кстати хп смотрите уменьшается то есть они далеко не бессмертные у нас с вами они далеко-далеко не бессмертные они хпшку не восполняют да я не могу никак это сделать а я могу также удалять юнитов если сильно захочу так появился новый моб склет мечник второго левела да смотрите очень много на него на было копий час потратить так выбираем с вами еще один отряд что ты у нас уже вообще целая линия выстроена то нифига себе такие у нас будет последняя волна погнали так а тут уже и копейчики эти мечники все вместе офигеть их так много мы не сможем это за дефать возможно сейчас вот прийти скиллы расскажут капитанского ранее к рвутся через два врата нужно позвонить в колокол и позвать подкрепление из других лагерей только богу боги могут нам помочь о великий зевс мы молим о помощи зачем ты это делаешь никакие боги нам уже не помогут а вот и бог молодой капитан вы видите не верите в богов кто-то кто вы лично я гея мать всего сущего зевс бог которому вы молились один из моих потомков милостью геи можете рассказать о создании что напали на нас это были лишь скелеты разведчики они идут из преисподней мира аида вторжение продолжаются и будут происходить по всей и таки с каждым разом становясь опаснее почему вы нам помогаете я люблю все земное одинаково я бы не стала вмешиваться если бы не нарушили законы природы этим скелетом не место в этом мире почему аид хочет напасть на нас не спеши с выводами в подземном мире есть и другие силы которые могут начать войну вы поможете нам победить их я могу дать вам зачарованное оружие но может быть эффективным против них защищайте жителей и таки очень скоро на остров придет еще больше монстров я никогда раньше не владел зачарованным оружием и даже не знаю что это тогда я научу тебя возьми это копье в дар от земли богиня спасибо вам за все так заостренный дротик тонкости это типа лут после миссии нам дали до легкое копье у него повышается дамаг смотрите аж на целых 3 нифига себе также там есть кита бафы плюс 11 процентов физического урона сопротивление блоку и шанс на выпадение предметов также да а еще какой-то активный навык есть окей мы это все глянем пока возвращаемся tags и что у нас тут у героя есть четыре типа снаряжения шлем копье мечет у каждого из них есть своя ячейка перетащите новый предмет на место а все отлично снаряжение средств на духе раздела базовые характеристики дополнительные и навык предмета который зависит от типа снаряжения каждое оружие обладает собственным навыком вот это интересная вещь то есть мы можем тут снаряжаться смотрите да у нас имеет честь ищет ничего себе также у нас есть какая-то то ли валюта а это какие-то очки а смотрите у нас тут есть скиллы сила ловкость выносливости лидерство так че еще тут есть а больше меня что не дают тыкать мы пойдемте дальше тогда а вот оно как выглядит то есть мы с вами начались передовых казарм и теперь двигаемся дальше надо подготовиться к следующей атаке эпизод 2 нерушимые врата мы с вами получим очко умение и какой-то новый отряд появится пойдемте ну окей пока что все понятно вот эти можем старое оружие продавать показано денежки какие-то лутать так погнали а теперь за две точки умирают они раньше воде за 3 умирали да так и вот он скилл веер копии бросает копья 5 форме веера перед собой каждое копье на ночь и 220 урона и уже вот это много будем что таких я так понимаю да мы будем шатать так скелет копейщик у нас также появился друзья первого левела и пока что довольно таки легко не чувствуем тут уже кстати 6 волн нас ожидает ок скелет мечник 3 левела также появляется это уже поопаснее звучит третьего и щит есть какой-то кстати смотрите почему там выше 360 мне вообще не поднимается а каждый раз когда я стреляю я трачу на этом а ну интересно окей действие героя расходует выносливость для более быстрого восстановления выносливости герой должен стоять неподвижно 4 секунды я уже понял это дело до меня уже доперла как она все тут у нас работает давайте используем способность почему нет а то их больно многовато чё-то лезет уже так помогаем нашим типам выстраиваем еще одну линию и кидаем копьё ты их много больно когда кстати да есть еще я лучше заметил вот когда это неприятно так вот стоит 4 секунды неподвижно ой ой нифига смотри как быстро да все остановилось еще ждем все давай предлагаю использовать способность я никуда не попал а вот нажмите спейс для вызова следующей волны все понял понял принял записал давай туда назначим чтобы я туда не шел сейчас жопу мира на все равно пошел так нажимаем пробел ой нам сады если мы раньше волну заканчиваем нам еще ману дают эту куда замечательно как тут какие-то волки пошли отлично давай дальше выставляем еще одно помогаем все у нас целая линия обороны уже ничего себе а я могу допустим а вторую линию выставить сейчас узнаем могу отлично а смотри как они стали дать друг за дружкой прям то есть тут судя по всему можно будет по 2 линии выставить всего скорее всего дальше там уже другие войска пойдут он заблокировал увидели он копье заблокировал как использовать способность обязательно готова получаем с вами очка умений миссия завершается двигаемся домой так это понимаю нам сейчас расскажут про наши скиллы скорее всего уже до до пройденный уровень дают очки умений для улучшения характеристик героя прокачивайте героев зависимости от своих предпочтений не сброси характеристики героя без потери очков у на халяву типа можно хорошо так давайте посмотрим сил у нас влияет на урон и на критический урон также окей дальше у нас есть и ловкость ловкость нас влияет на скорость атаки скорость таки ближнего дальнего бы это же перед но уже какой-то другой выносливость максимальная выносливость скорость установления выносливости ускорение перезарядки и вот этого что-то интересное лидерство влияет на максимум боевых очков получения боевых хоть вот это я думаю надо качать и боевые очки в начале я думаю надо качать вот это да да давайте мы это начнем качать лидерство штука очень важная сколько нам дали ну-ка 400 1875 о мы изначально сразу сможем кстати неплохо пойдет пойдет тут конечно один процентик но по сути хорошо а как а вот и ты можно продать у нас еще какие-то денежки появились так новый отряд что это такое метатель бочек смотрите мы сможем эти отряды еще прокачивать видимо а вот этой за деньги как раз ким сможем прокачивать наши уже текущие отряды вот например вот этих вот фалангу до сможем прокачать также у нас метатели бочек появились тут уже сутки посильнее она тут тоже нормально так просто и там еще и лучники какие-то будет еще куча всяких до разных видов войска у нас появится капитаны только что получил донесение наш южный форт был атакован скелетами наши войска еле держатся многие люди в опасности что же волнение распространились по всей таки богиня гея была права пока здесь все спокойно вы будете удерживать ворота вместо меня пока не придет приказ от десницы м в я в м я точнее а мне пора в путь помочь южному форту может нами не можете на меня положиться а кстати вот он город городская гавань то есть по сути мы ша задевали правую часть города часа дфм южно-восточную часть города и потом на юг пойдем на и там потом смотрите очень далеко куда-то сможем пройти ну и пока что на самом деле довольно-таки приятная игра выглядит он нам туда дадут кого-то новый отряд 100 монет очко умений и даже два предмета ничего себе пойдем но пока на самом деле и долленький интересно и сюжетик подают по чуть-чуть помальца какие-то интересные механики геймплея присутствуют то есть пока я доволен более чем он не уже войско вырвали что нифига нифига их там и чем не с ними делать а вот тип из бочками метатель бочек капитан зилом мы пришли помочь а чё не делал создают масляную зону которая замедляет скорость передвижения противника на 25 процентов на три секунды длится 24 секунды величий шанс срабатывания горения на 50 процентов урона в горении на 15 его длительность на 3 окей а я могу а то есть это не активная какая-то вещь стали или чё али погодила здесь уже стоят бочки то есть не надо просто другую линию выбрать или как непонятно пока мы разберемся по чуть-чуть в этом символе быстро же они гибнут цветы как дешево стоит видимо их можно только один раз надо позвать кажется что только на есть скорее всего их просто один раз зовешь они доносят дамаг замедляет врага накидывают на него дыба в горение и все пока что да потом может в будущем сможем это горением и как-то использовать на спуске пока нет никаких навыков которые могли бы поджигать врага к сожалению но в будущем я думаю такая штука появится а вот эти самые навыки кажись быстрый удар бьет четыре раза перед собой и бросок щита бросает щит а ну это я вперед выйти не могу кстати мне такой возможности нету поэтому пока что вот этот скил у нас для красоты а вот это довольно прикольный для бэм БМ БМ на перекладывает ок sagen картинки появились как волки но калаков надо оформлять продолжаем нарочивать нашу оборону бм-бм-бм-бмубе прикольно она такая же кстати наподобие фигня было и фейдисе если не ошибаюсь там тоже что-то со щитом такое было он отскакивал но это база для греции так понимаю так продолжаем наращивается нашу линию обороны у нас вот эти уже до фаланги какие-то нифига себе а ну вот единственный минус они не могут да никак ничего лучниками сделать но ожидаемо принципе но не смотри я и дальше могу да а мы какой-то лут выбили это не по заданию он нам выпал из какого-то могла судя по всему я устал не заметил как устал давайте посидим отдохнем ничего страшного не произойдет я думаю если у нас не будет так новый навык еще один у скорее увеличивает скорость атаки на 30 скорость на движение на 10 и уклонение на 25 тоже неплохая штука не то чтобы прямо имба какая-то на будущее может понадобиться это еще до бесконечности можно эти фаланги делать что-то не подсказывает что-то какая-то странная волна вообще никого нету да почти подозрительно так давай уже последний вызываем ой циклоп какой-то ой-ой-ой-ой это плохо кидаем щит используем бафы используем бочки и полетели давай 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 еще бочку одну бахом этого циклопа мы его застанели кстати а еще одну линию обороны все готов куда его а еще что выбили неплохо вот даже смогу впадать ну слушайте ничего с вами еще золотали взяток-то да очень даже неплохо возвращаемся домой силы врага растут капитан вам стоит улучшить отряда перед следующей битвой да помоги мне так теперь нам говорят что мы можем улучшить я так понимаю наше войско но мы сюда уже заходили о чистокол появился выберите отряд которые хотите улучшить зажмите левую кнопку мыши на две секунды на кнопки улучшения после сброса улучшения отряд вернется все потраченные монеты мне как удобно сделано даже даже тратить ничего не надо так насчета новая появилась чистокол что он дает он что-то стоит да он стоит 55 боевых очков боевые очки позволяет герою строить новый чистокол на месте существующего увеличивать здоровье на каждое новое улучшение им надо фалангу лучше первую очередь они какие-то там чистокола так у нас данный момент получается есть две отвилки на с каждым новым улучшением увеличивать скорость атаки и уклонения фаланги с каждым новым улучшением увеличивает шанс и частоту блока фаланги а то есть я могу или сделать их сильными чтобы они не носили в основном дамаг или же больше уйти в какую-то защиту я думаю лучше уйти в защиту фаланга как-никак правда существует для того чтобы защищаться а для атаки мы потом будем прокачивать каких-нибудь вон там лучники потом я смотрю есть катапульта да вроде значок какая-то конница музыка сектанты в общем будет кем дамажить а вот защищаться я считаю надо это вкачать давай возьмем отлично фаланга используя щиты и теснит врага назад у тоже хорошая вещь у нас денег уже не осталось давайте мы сами начала вкачаемся вкачаем мы наверное в этот раз вами давай силу один разок я думаю стоит вкачать посмотрим также что нам здесь попадала так назад момент есть маленький щит а и у него как раз таки вот этот способность бросок щита на затощит которые перемещаются круг героя пораженные враги не фигня туда прям такой сюда щиток а вот этот хороший чё за способность удар щитом защитит для удара по врагу наносит у огненный и накладывает оглушение 4 секунды а вот блин хороший вопрос не огненная способность нам нужна у меня есть вопрос собственно а как далеко он бьет блин я же просто не могу строй менять я всегда вдалеке стою вот это вот плохо давай пока оставим бросок я не знаю это можно продать так тут что у нас кинжал какой-то а меч это меч с огненной атакой наносит огненный дамаг уменьшает обычный бьет по врагам перед собой нанося вот на это я думаю кстати можно перейти почему нет вот это мы продадим также новое копье она лучше нашего а ну по дамагу очень сильно проседает зато уровень предмета выше да а не куда пассивный скилл смотреть есть каждая атака дальнего боя увеличивает скорость атаки на 5 суммируется до десяти раз нифига себе это дофига на самом-то деле ничего себе надо ли нам это 50 процентов дополнительного дам в этой скорости атаки но туда макс от эти как сильно аж на 23 проседает невозможно просто по очкам ловкости не вывезу что-то мне подсказывает давайте продадим и лучше так и еще одно что тут вообще печаль беда какая-то создавление выносливости вы ой такси хорошо вот это очень хорошо так способности те же а вот это нет сажа мголин устанавливает из 5 максимально выносливости увеличивает скорость вас ее восстановление вот это хорошая вещь слушай вот это вообще хорошая вещь да ну конечно по остальным параметрам печалит но скорость восстановления выносливости очень сильно вырастает аж на полтора почти давайте нём это все продадим сколько у нас денег 32 монеты к сожалению до соточки нам не хватает но можно двигаться дальше игрушка мне пока вообще очень сильно нравится я очень кайфует не покажет о как раз у тучники появятся и мы сможем потом еще вкачаться заодно погнали так вот кстати баррикады появились так вот этот самый чистокол который мы можем это выставлять так ладно погнали бэм 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 так что нам надо я был сначала чистокол до поставили потом только фаланга наверное наверное дачу то я тупанул так пробел жмем обязательно ну ладно ничего страшного это вся волна да ну не правда правда не правда она почему-то не дает чтобы скрыть и показать полоску здоровья могут ищет нам выпал автоатаку что завтра атака а все святые автоатака появилась и теперь не надо сжать имба какая же ты имба все для удобства сделано я доволен у нас автоатака есть вот я понимаю халява так фаланга склетов появляется ой 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 вот это опасно уже звучит давай выстрел здесь вот так не фаланга склята звучит уже не очень приятно кстати быстро откидывается все равно как бы там не было жить будем все не спирать задержанного зажимать кайф как же балдеж способности мне мои нравятся я вот щит вообще хочу в принципе навсегда оставить вам вообще хорошо очень вот этот скилл хороший вот этот принципе можно было бы заменить он крайне такой но необычный необычный пить он и там некоторые копия блин не попадают банально так что я бы возможно хотел бы заменить это дело на самом деле на сегодня привычка еще есть атаковать самого волков здесь лезет когда вы становлюете выносливость после неизможения изнеможения авто атака выключается вы можете активировать и снова нажав кнопку атаки а почему здесь могу поставить еще отряд у меня же есть а 110 стоит стало почему так много дешевле же было где-то меня скамят меня такое ощущение если честно ну да вот это вот скилл с мечом не удивлен так а я могу а я могу то есть только понятно вы тогда чё делаем продолжаем фалангу расставлять наверно да и все лишним не будет это точно так вот эту фигню используем обязательно больше маны богу маны тут уже довольно-таки много идет бронированный циклоп с камнем так вот это плохо бочки как видите я кидать далеко не могу к сожалению камнем кидаются и правда не поспоришь даже с ним продолжаем накидывать хочет их слишком много не вам нас высокие это самое количество тут народа я думаю мы справимся с этими трудностями отлично готова есть контакт ну слушайте нормально очень хорошо мы даже сейчас еще вкачаем типов мы еще лучников получили немножко тут каких-то даже зелененьких шмоток сейчас глянем чуть такое пока хорошо идем пока вообще отлично идем так 2 г.м.ч. за лучники может сразу их как раз и вкачаем лучники отнимаем стоят сзади что логично я предлагаю сразу и вкачать 120 монет стоит серьезно вместо 19 ошибись еще продадим ты чё-нибудь да щас я займусь продажей так дротик свистящийся дамага опять меньше зато электрический дамаг появляются вверх копий скилл все тот же а дамаг выше становится этот баф и есть а вот тут физический урон уже учитывает вот эти вот бафы на физический урон плюс 11 процентов плите на цепь тренинг блоку все просто но я хочу опрос вот тут какой-то скилл интересные выбранные область копьё падают сверху носит несколько урона оружие с техильным эффектом давай вот это возьмем все равно хочу это взять это мы все продаем также нас появляется щит уровень предмета вырастает боевые очки в начале о кстати скилл все тот же по сути шлем получше будет получше так кинжал о вверх кинжалов пускать вверх а это тоже дальнобойная атака давай денем кинжал обязательно и остается щит удар счета выдаряют и раза подземленность ну я думаю можно это все продать если честно мне мой скилл счетом очень понравился я его не хочу куда-то девать избавляться от него да так что возьмем предлагаю еще раз в очки вложиться теперь пойдем с вами вкачаем лучников сразу да они еще только-только появились а мы уже так вот с ними с каждым улучшением увеличивает скорость и дальность стрельбы лучников отлично вкачиваем их сразу же надеюсь они будут работать так как я думаю я очень надеюсь кстати за еще такое что понял мы тут можем менять дамы тут будущем митис можем менять кто где должен находиться давай вот так вот сделаем и погнали дальше еще одну миссию пройдем тут появится у нас катапульты такой силут конечно белый но чушь поделаешь x x это режим удаления на так у нас теперь появились лучники они вот так вот работают нифига себе я думал там тоже будет типа наподобие как фаланга а не вон как смотри выглядят интересно не ожидал я такого из ужасов я вот это хочу снести она мешает банально так продолжаем с вами тут ставить войска два кинжалики затестим а блин вблизи все-таки херачат ой как вкусно вы видели это это мне называется и это называется амням они с огнем идут это чтобы под полететь и наверное это наверное дашу под полить стены но я их сейчас решил не ставить у монеты дали халяву я люблю и хороший скилл вот этот первый когда конечно долгое но дамаг вкусный очень приятный так идет фаланга на нас лично ваще халява лучников кстати дальность не такая высокая по хорошему знаете как надо делать ставить стенки первую очередь потом ставить фаланги потом только лучников ну блин и лучники на самом деле неудобно сделаны если честно по одному лучнику на вышку я думал тут целая толпа будет за много хочу давидим в этой жизни много хочу ну ладно запомню следующую волну можно вызвать попытаться давай почему нет без штрафов что-то значит сразу все-таки а я понял если меньше половины то уже дебафы идут вообще плохо все так ну пока используйте думаю не будем это дело как быстро коцин сюда давай кому-то новую вызовем здесь они спереди будут да не спереди идут я такой же случайно еще одну волну вызвал здесь нет если да то это ужасно вот там какой-то смотрите мужик на коне он бафает их ничего себе отлично мы его победили продолжаем закидывать их наши лучники к сожалению по вражеским не стреляют вот это вот очень плохо ну вот и я тут как раз думаю системку поставить то не буду дотягиваться мне кажется надо банально стенку поставить надо поставить банально стенку вот это нам надо вам они удовольствовать монет понимаю халява двигаемся дальше чуть он уклоняется это странная волна одни волки идут поляло получается очередная так давай лучников добьем тогда то физическое сопротивление да он мало дамага получает хотя ему хватает кстати все равно три тычки да не больше четыре тычки плюс-минус нормально очень пойдут там счет куда-то улетел так давай-ка использую способность с вами и следующую волну вызовем ага финальная волна пока что легко ну все у нас уже полностью линии обороны сделано ждем врага как раз шатко дышится все где только враг вопрос какой а вот он отлично жалко стенки да нельзя дальше поставить блин это нету печально так я так понял это 10 волна на 4 подволны разделена то есть 1 2 6 3 и потом финальные скорее всего краски потерю ее ничего не могу нифига их тут нифига их тут так опасно очень опасно на самом деле накидываем бочками отлично нормально мы даже задыхать могли учитывать что нифига их тут влезла да а это зеленый лад был вот так замечательно так у нас появляются какие-то катапульты до 4 типа войск можно выбрать я бы возможно от бочек отказался катапульты бы взял лучше но друзья давайте-ка мы на этом закончим продолжим возможно уже в следующей серии но все как обычно зависит от вас если вам игрушка понравилось лайки коменты если впервые на канале обязательно подписывайтесь на канал не забывайте промыть колокольчик чтобы не пропускать новые ролики с вами как всегда залива всем спасибо за просмотр всем пока